Мадагаскар 2 Мультфильм хороший, мне очень понравился Ну что ж, давайте на новая игра Давайте первый Так, идет загрузка Начать Я давно в прошлом году эту игру проходил, но я хочу в этом году записать более качественно, чем раньше В общем, короче, хватит болтать, погнали Смотрите мои подданные, смотрите все до единого, потому что скоро вы все склонитесь пред моим величиям Да, почему хреново разрешение? Покидаю свое шикарное королевство и лечу к вам Но, секундочку, королевские приключения не могут начинаться с этого Борис, отмотай назад Вернись к моменту, когда я учил, а счастливить собой весь мир А это из первого Мадагаскара Вот отсюда, узнаете эти гигантские морда Это первый Мадагаскар Да, этих чудиков из Нью-Йорка Разве их можно забыть, а? Научите меня забывать Сто лет, как пытаюсь забыть морда Итак, с этого все началось Они решили покинуть свое жалкое обиталище И пуститься на поиски приключений А нашли меня, короля Джулиана Это я, правда, лапочка? Мистер Алекс в полной мере ощутил вкус природы И нагнал страху на гадкий хоз Мне лично понравилось И поскольку морды полюбили меня всей душой Я решил, что не гоже быть эгоистом И прозябать в своем чудо-королевстве Я неподражаемый король Джулиан Готов осчастливить всех вас прекрасным мной И начнем мы с маленького мистера Алекса Маленького? Подъем, мистер Алекс! Подъем, подъем! Кушать идем! О, нет Опять этот сон Это не сон, друг мой Король Джулиан жив-здоров И делает снимки для новой брошюры Мадагаскар Отдайте ваши отпускные королю Джулиану Да Отпускные? Ну, конечно Но я хотел бы немного вздремнуть Перед долгой поездкой в Нью-Йорк Нет Спать нельзя Нужно бегать, прыгать И делать, что я скажу Если хочешь попасть на обложку Так На первую сумму я хочу, чтобы ты был в бабочке В мире так мало красивых фотографий с бабочкой Блин, погодите Надо настроить Надо отключить инверсию мыши Или наоборот включить Ну-ка дайте-ка разобраться О, вот так удобнее Есть еще, кстати, в настройках Ладно, нельзя, наверное, это сделать уже Повысить качество текстуры Ну, я не вижу смысла их повышать Они и так хорошо смотрятся Короче Давайте уже играть Красота Не знаю, почему не показываются фотки Кого, Алекс? Мелман Они должны показываться Ты откуда взялся? Каким ветром тебя занесло на этот валун? Точно Все эти вопросы не имеют никакого отношения к моим фотографиям Давайте работать Ребята, а можно мне с вами? У меня есть... Да, да, Мелман Ты просто супер А мы пойдем дальше Со мной, Алекс Да Выглядит игрок очень красивый Монетки здесь у нас Теперь твоя задача Собирать чудесные монетки короля Джулиана Которые разбросаны по острову Богатство греет сердце и чистолюбие Но кроме того На эти монеты ты сможешь купить что-нибудь полезное в Дьюти Фри И как мне попасть в этот Дьюти Фри? Потом покажу Пока что хватает эту монетку в двойном прыжке Да, у нас остались способности с первого Мадагаскара В один прыжок и так далее Все обожают меня, но камера любит тебя Я понял уже Ну кроме Марти У Марти самый простой персонаж Мадагаскаре 2 Ух ты и Марти Потом покажу Ну у тебя и скорость Ты наверное не в курсе Но я днем и ночью грыз морковку Чтобы стать настоящим спринтером Давай дружище Засекай время Отлично бегаешь Марти Но спорим Меня ты не поймаешь? Да ладно, Морд Тебя в жизни не обогнать чистопородного скакуна У Морта вообще полно странностей Например он носится как ураган Почему бы вам с ним не устроить супергонку? На старт Внимание С мечом Да, Марти, к сожалению, в отличие от первой части, не может Эээээ... это самое... господи Пить копытами. Он здесь самый простой персонаж. Лучше за него нам много играть не потребуется. Не знаю, почему мы решили убрать за копытами, но он в принципе, наверное, здесь не нужен. Так, минуточку. Звук потише сделаю, а то у меня вообще грохочет вовсю. Кто говорил, что я не догоню Морта с легкостью? Да, да, вот так! Поздравляю! Я знал, что Морт проиграет. Теперь победитель может пнуть его любимый футбольный мяч. Тихо ты! Мои беспечные подданные обнаружили королевский склад шаров. И теперь болтаются в воздухе, как идиоты. Ты можешь полопать шары и спасти их. Как идиоты, это точно как идиоты. Короче, единственное, где Марта может пинать копытами эта мяч, только... Блин, плак не долетела. Короче говоря, Морт во втором Адагаскаре менее разумен, чем в первом. Шар! О-о-о! Не могу полить! Стройзовой шар, да. Ты это сделал! Так, еще... В воздухе болтают, как идиоты, да? Ой, улетел. Да, ё-моё! Да, господи, ну... Так, как же так, а? Да, блин! И-е-е-е! Да, господи! Так, прекрасно. Давай еще. А, они вокруг меня, хоровод тут устраивают. Только сейчас заметим. Сейчас. Эх, не получилось. Ха-ха-ха! Какое счастье! Спасибо, мистер Марти! Вы мой герой! Здорово, Марти! Отойди в сторонку. Я покажу тебе, как это делается. На что это ты намекаешь? Разве я плохо играю? Нет, я хотел сказать, что ты никак не играешь. Ладно, ладно, суровые морды. Лучше ругайтесь на поле. Но сейчас мне нужны еще фотки Алекса. Да, тебе Алекс нужен, конечно. Опа. Кольца у нас здесь также имеются. Вообще, тут есть общие моменты с первым Мадагаскаром. Например, музыка та же была. Иногда включается. Иди сюда! Жи! Ай! Мои королевские камешки! А ну прочь от них, глупые курицы! Пожалуйста, отгони этих психов от моих камней! Скорее! Мистер Алекс, спасите мои камни! Они мне очень... Чё-то иногда звук крутиши становится, а то наоборот... Кушает! Кыш отсюда! Сапазы! Синие! А, ну кыш отсюда! И больше стало, по-моему... Мистер Алекс, за распугивание птичек я награждаю тебя шикарным полетом на Лиане! Прыгай выше и держись всеми лапами! А не то, отшибёшь хвост! А ты молодец! Жаль, что ты не бегемот! Потому что мне нужны фотки мисс Глории! Сейчас я её найду, потом встретимся на футбольном поле! Пожелай мне удачи! Какая вода тут красивая! Воу, Глория! Рад видеть, что ты умеешь плавать! Жаль, что меня тебе не догнать! Тебя? Лемура? Ты можешь плавать? Что-то не верится! А мне трудно поверить, что ты мне не веришь! Хотя ты права! Я плаваю на лодке! Ты готова? На лодке? Читер на лодке! Я помню! С первого прохождения так ты его называл! Читер на лодке! Ай, кошмар какой! На лодке! Как ты смеешь плавать на лодке? Глория не на лодке, а ты на лодке? Ну, ты Читер на лодке! Ой-ой-ой, догоняешь! Наверное, я сплю и вижу, как ты меня победила! Так, можно также делать кулырок, делать назад, но нельзя делать боковой отпор! Эй, Глория! За мной! Ой! Теперь дорогу перегородил этот камень! Почему все время случается что-то подобное? Может мне взять этот перец и пробить камень, чтобы расчистить дорогу? Ха! Какая отличная идея меня посетила! Тебя? Да куда ты? Что это было? Перец прыгнул, я его не пойму! На первой части тоже был перец! Отличный удар! Держу пари! Камень даже не успел понять, что случилось! Что это? Ну да, а ты как проплывешь? Ты же не можешь под водой плыть! Ну и где-то там! Ты его нашла! Молодец! И я молодец, что показал тебе путь! Ты хочешь, чтобы я подпрыгнула как можно выше и ты меня сфоткал? Да, да! До кончиков острых ушей твоего приятеля Мелмана! Или до луны! Не знаю, что выше! Так используем комбинацию тварь! СД, СД, СД Английский, конечно! И... Й-ху! Вот так! Такое умение нам еще нужно будет! Впечатляющий, мисс Глория. Хотя, конечно, я все равно прыгаю лучше. Я бы посмотрел на то, как ты прыгаешь. Плыви вслед за моей причудливой королевской лодкой. Плыви вслед за моей причудливой королевской лодкой. Зачем ты говоришь одно и то же постоянно? Мисс Глория, я только что заметил нечто очень странное и поразительное. Вы не видели вашего приятеля Меломана? А разве это не Меломан там торчит на краю? Меломан, вот как хорошо, что ты здесь. Нам нужны твои таланты в области вертолетания. Это дело чрезвычайной важности. Чрезвычайной важности? Ты думаешь, я с ним справлюсь? Да, как видишь, многие мои подданные в данный момент парят в воздухе. Вместо того, чтобы сидеть на земле и лизать мои пятки. Ты должен вылететь им на помощь. Зачем лизать твои пятки? Также можно обращаться вертолетом за Меломана, но необязательно для этого удерживать специальную кнопку. А именно прокат. Так, еще один полет. Сейчас ударим. Хамелман, ты спасен жизнь. А теперь пойдем отсюда и навсегда забудем про летающих клемморов. Пойдем сюда, за мной. На футбольное поле, да? Пойдем сюда, за мной. Да, не повторяй одно и то же, я понял уже. Марти, предупреждаю в последний раз. Пока я стою на воротах, ты гол не забьешь. Меня же не зря прозвали Стеной. Кто? Кто назвал тебя Стеной? Да ты отродясь в футбол не играл. Ты же назвал его большим настольным футболом. Марти, у них одинаковый принцип. Бьешь по мячу, блокируешь удар и много кувыркаешься. Мальчики, ну хватит уже. По мне так вы оба хороши. Может, наконец, прекратите трепаться и начнете играть? Только сунься ко мне, и ты пожалеешь. Не получилось. Ну ладно, сейчас еще раз попробуем. О, есть. Пять голов забиты. Есть. Да. О. Ииии, еее. И пройдет. Мое логово нельзя. Есть. Отлично, мистер Марти. Но теперь я хочу сыграть в настоящий футбол. Я выберу напарника, чтобы уравнять шансы. Морт. Да-да, давай, малявка. Покажи нам, как играют. Я настолько уверен в себе, что даже слушать не стану. В таком случае, обойдемся без объяснений. Так, так, так. Нет, нельзя, нельзя, нельзя. Не отбирай мяч у меня. О, ес. Один забили. Эээ. Мяч отдай. Отлично. Нет, мяч мой. Никому нельзя его брать. Ииии, ес. Большое спасибо всем, кто помогал нам с этой брошюрой. Последний общий снимок и сдаем в печать. Кажется, это все, что было на повестке дня. Да, Морис, а раз бы нам не надо грузить самолет, отправлять гигантов домой и всячески приключаться. Ну, конечно, нет. Вот так всегда, когда я не делаю заметки на память. Уже титры пошли, бля. О, только не это. Опять взрывы. А мы думали, что в джунглях уже безопасно. Бум. Опасность. Смотрите, сэр, крот. Он ворует самолет по частям. Ну, само собой, Морис. А что еще кротам делать? Ведь у них такая скучная жизнь. Ну, разве эти части нам не нужны, чтобы долететь до Нью-Йорка? Хм. А ведь и правда. У меня есть идея. Ты, меломан, помешаешь кротам растащить наш самолет по кусочкам. Меня зовут Мелман. Точно, меломан. Значит так, как следует бей по этим кротам головой. До того, как они смоются счастливым самолетом. Да, а что они улетают, как салют? Добить головой стало удобнее, чем в первой части. В первой части надо было нажимать Г. И удар головой там нужно было только для одного задать. На бочках. А зачем на бочках катиться? А, блин. Не помогает. Блин, они только быстрее двигаются. А зачем говорить не помогает? Типа, вы знаете, что мы сделать, собираемся. Мне помогает. Он обратно в ящик был улетел. Ну, мы благо разбираемся в этом. О, мы благо разбираемся. О, как хорошо, что ты здесь. Чую, сейчас меня будут упрашивать. Это все багаж. Король Джулиан всегда берет много вещей. Даже те, что ему не нужны. К примеру, салон. Зачем? Как я теперь застегну эти чемоданы? Тебе повезло. Я умею это делать. У меня есть в запасе один плюх-приемчик. То, что нужно. Да, жопой можно закрывать эти чемоданы, блин. Которые почему-то еще и светятся. Так. Промахнулся. Блин, как красиво все здесь выглядит. Реалистично. Гораздо реалистичнее, чем в первом Адагаскаре. Ну, вот такие вот глюки тоже бывают. Как вот с текстурами, вы сейчас видите. Так, а здесь надо сначала подтолкнуть их. А почему на время? Если мы не успеем закрыть чемоданы, то что будет плохого? Я имею ввиду сюжет. Спасибо, мисс Глория. Ваша тыльная часть спасла мою драгоценную солому. Теперь осталось только погрузить багаж в самолет. К счастью, я уже знаю, кто мне с этим поможет. Это он обо мне, Морд. Ну, конечно, это Марти. Морд, а зачем ты здесь стоишь? Я вообще не понимаю. Мистер Марти, мистер Марти, начните погрузку мощным ударом копытами. Раунд один. Так, маленький есть. А куда столько чемоданов-то, а? Они в самолет все не влезут. Да, один закрылся. Ой. Еще и мусор можно бросить. Блин. Не долетело. Дуриан, дуриан. Нельзя бросать. Кратов тоже нельзя бросать. А вообще, какого фига здесь делают кроты? Вообще, зачем закрывать один из них? А теперь, зачем закрывать все остальные игры на одного? Блин. Ой, шина. Шину нельзя бросать. Блин. Нельзя шину кидать. Вот первый, нижний, легче всего закидывать. Чем какие-нибудь другие. Зачем я шину, забросил? А еще два надо забросить. Да и господи. Эх, не закрылся. Неволк. Отлично. Будем надеяться, никто не заметит, мятит и царапин на чемоданах. Отлично, Марти. Я пойду вперед, присоединяйся, когда закончишь. Зачем такие звуки издавать? Ладно, меломан. А теперь покажи, какой ты у нас отличный скалолаз. Да никакой я вам не скалолаз. И звать меня Мелман. Мелман. А не меломан. А мне кажется, что меломан. Именно он сможет залезть туда, куда нам нужно. По-моему, речь идет обо мне. В общем, о ком бы ни шла речь, полезайте на платформы и помогите закрепить веревки. Алекс, поскорее вижу узлы на веревках. Я не хочу тут торчать с чудаком. У меня и без вас куча проблем. Да, меломан у нас очень трусливый. Эти блестящие заклепки помогут тебе найти дорогу. Зачем мне заклепки? Я и так найду дорогу. Хотя, может, кто-то не найдет. Это и есть самолет. Да мы все не влезем туда, мне кажется. Самолет должен быть больше. В общем, не важно. Ищем веревку. Какого фига здесь вообще заклепки валяются? Думаю, тебе понравится там балансировать. Главное, не падай. Чтобы избежать трагедии, жми влево или вправо во время ходьбы. Чем ты быстрее движешься, тем скорее теряешь равновесие. Это легко. Давайте даже еще один возьмем. Монетку. Молодец! Ты добрался до веревок, которые надо связать. А теперь повтори схемы для завязывания узлов. Повторить схемы для завязывания узлов. Не повторяй то, что я говорю. Повторяй схемы внизу, чокнутая кошка. Ай-я. Понятно. Ай-я. Что это такое? Вот вам самое, что ни на есть, крутое узловязание. Да. Ассуа. 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 Это легко. Отлично, мистер Аль. Надо память. Таким узлом можно гордиться. Но надо завязать еще парочку. Отправляйся на поиски. Блин, жалко, что по веревке нельзя было сразу туда прыгнуть. Какого фига здесь появился указатель? Ты уже связал оба комплекта веревок? Я бы, конечно, тебе помог, но у меня это плохо выходит. Да, я ей не сомневался, блин. Какая встреча! Я как раз говорила этой веревке, что сейчас ты ее завяжешь толстым красивым узлом. Веревка ничего не ответила, так что вяжи. Юа. Юа. Завязали. Кто тут котик? Ага, вот и на. Юс. Юс. Завязали. Прекрасные узлы. Теперь все веревки закреплены. Жаль, твой друг Меломан не сможет полюбоваться на твое достижение. Кстати, куда он пропал? Мелман, мы не сможем взлететь, пока у нас не будет ровной взлетной полосы. А ровной полосы у нас не будет, пока там торчат заклепки. Нужно, чтобы ты их заколотил. У меня до сих пор голова кружится после возни с кротами. Ничего, работа тебя быстро приведет в норму. Главное, работай головой или работай головой или работай головой. Это я намекаю, Эйнштейн. Используй коронный прием. Удар головой. Нажми специальную кнопку рядом с заклепкой и сам все увидишь. Откуда здесь вообще гвозди эти заклепки торчат? И новые появляются. О, Дьютифри здесь у нас находится. Собидь, ею-ю-ю. Это совсем не так больно, как я тысячу раз себе представлял. Ну да. У тебя, наверное, голова из титана, поэтому и не так уж тебе и больно. Главное, надо тебе сказать, чтобы ты дома такое не делал. Если, конечно, ты не жираф с клепкоупорным лбом. Да, скорее всего, я не жираф с таким вот устойчивым лбом. И зачем дома такое делать? Отлично! Я влюбил взглядную полосу и не заработал с обвесения мозга. Какой удачный день, а? Как хорошо, что ты здесь. Не могу даже выразить, как важно для нас проверить систему прицеливания рогатки. Что? Настолько важно? Я же сказал, что не могу даже выразить, насколько это важно. Вы гигантские морды никогда не слушаете. В общем, перед взлетом нам надо проверить систему наведения. Для этого выстрели мордом из рогатки. Мной? А кому же еще я доверю полет на высокой смертоубийственной скорости? Ура! Да. А вот дайте себе вопрос такой. А зачем? Такой рогаткой выстреливать. Мы же не из этой рогатки будем самолетом пострелять. Но тем не менее. О! Красота. Моей, конечно, они можно. И-у-у-у! Ой, блин. Эх, не долетели немножко. А перелетели, блин. Ну-ка. Ну-ка. Ё-у-у-у-у-у-у! Прекрасно. А вот если мы в центр попадем, то еще и цветные эти выпадут. Ура! Прокорой выстрел! Прокорой выстрел! Цветная разноцветная красота выпадет. Да-да-да, отлично! Вот так и надо стрелять мордом! Это ты так считаешь? Да-да, невосходно! Да-да, не что ему не расснимает. Когда еще я увижу мордом вроде куточного ядра? Да блин. Да шо ж такое, а? Одна же мишень осталась. Да господи, ты. О-о-о-о! Господи, да господи, да что ж ты будешь делать? Да господи, ну что ты будешь делать? О-о-о! Есть! Отлично! Вот так... О, сладость победы! Какое удовольствие! Я бы мог смотреть на это снова! И снова! И снова! Пора закреплять лианы. Игры кончились, приятель. Мы уже готовы к взлету. Жаль, что нельзя стрелять мордом до бесконечности. Рано или поздно забава теряет смысл. Но как вы натянете эти лианы вон туда? Я готова вам помочь. Если у вас есть перец. А то! Их будет кидать мой самый прямо бросающий подданный. Правда, целится он фигово. Ха-ха! Так, давай-давай-давай-давай! Что ты перец-то не взял? Ой, ебей, сейчас я... Ха-ха-ха! Некрасиво улетела. Ладно, надеюсь, такого больше не повторится. И главное, чтобы перец еще не улетел надо мной, как бы... Чтобы я смог сходить его. Пойдем-давай-давай! Ай! Ещё надо две. Ням-ням-ням! Худняшка! Кусто! И-и-и... Давай-давай-давай-давай-давай-давай! О-о-о-о! Е-е-ес! Чё? Это че щас было? Во что я врезался? Слушай, чё за хрень? В этой игре еще полны-полно багов, насколько я понял. Не-серьезно, я врезался в невидимое препятствие. Вот так лучше. Конечно. Отлично, бойцы! Лиана на месте, и мы готовы к взлету. У меня такое дикое чувство, что да! Вперед из песней! Думаю, вы хотите узнать, что было дальше в моем приключении. Какие нетерпеливые! Я знаю, вам нравится эта история. В общем, мой план сработал безотказно. Мистер Алекс и остальные морды разместились в салоне, а я, Марис и еще кое-кто наслаждались королевским люксом хвостовой части. Но тут случилось непредвиденное. У Берин без морда тут не обошлось. Представьте, как мы удивились. Точнее, как они удивились. Я думал, ничего круче в моей жизни быть уже не может. Жаль, все быстро закончилось. И вскоре мы устремились вниз, на очень мягкую посадку. Пробил час для нового чумового приключения. Да! Где я? В Сан-Диего? Да, но... Ребята, спокуха, приятель! Что стряслось? Наш самолет рухнул. Алекс, мы живы! По крайней мере, мне так кажется. Да, но живы где? Мы же не могли так быстро оказаться в Нью-Йорке. Ты прав. Да, что-то не видно неоновых указателей. Придумал! Давай спросим местных. Они точно знают, что это за дыра. Отличная мысль, Марти. Пойду поищу местных. Ты побудь тут с остальными. О, Алекс, я пойду с тобой! Ой, короче, на этом мы закончим эту серию. Короче, продолжим уже в Африке в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписывайся с меня и пишите на видосы. Подписывайтесь на второй канал и группу ВКонтакте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok